Псалом 98 стих 1. «Господь царствует!» Сегодня я прочитала эти два слова и очень возрадовалась, потому что эти слова особенно драгоценны для меня. Всякий раз, когда я их вспоминаю или произношу вслух, я просто чувствую себя небожителем на земле. Меня охватывает предчувствие какого-то невообразимого, какого-то приближающегося чуда. И это всё потому, что Господь царствует во мне. Он мой Царь. Я передала Ему управление всем моим естеством, всей моей жизнью. И я имею законы гражданства в этом эксклюзивном, неизмеримом во времени и в пространстве, государственном устройстве, глава которого сам Бог. В этом удивительном вечном государстве все граждане свободны. И одновременно все они рабы. Они свободны от власти греха и зла, но в то же время они добровольно стали рабами своего драгоценного спасителя. Они добровольно и с радостью покорили себя своему Господу Иисусу Христу, отдавшему за них свою жизнь. Вы когда-то думали об этом? Вообще, надо сказать, что мы живём во времена тотальной спешки. Сейчас появилось модное словечко «короче». Короче, я пошёл туда. Короче, я пришёл оттуда. Я замечаю, что это слово «короче» часто используют «к месту» и «не к месту». Да уж, короче, некуда. Многие беспросветно крутятся в колесе житейских забот, закованные в тяжёлые кандалы своих плотских страстей и несбыточных желаний. Они живут по ускоренной программе «быстрая еда», «быстрая езда» и тому подобное. Но не достигая своих пустых миражей, они в конце концов бессильно падают, стяная от какого-то очередного разочарования. Они считают себя свободными, будучи в страшном рабстве у своего собственного «я». О вы, гонящиеся за призраками наслаждений, которые в итоге вас обманут и погубят! Остановитесь, дорогие, и услышьте сердцем эти звучащие торжественной мелодии слова «Господь царствует!» Отдайте себя в рабство тому, кто стал добровольным рабом для всех, чтобы сделать нас по-настоящему счастливыми. Попросите его стать царём вашего сердца, царём всей вашей жизни. Короче, книга «Исход», 21 глава, 5-6 стихи. «Если раб скажет, «Люблю господина моего», то пусть господин его проколет ему ухо шилом, и он останется рабом его навечно». Когда-то, много лет назад, прочитав этот стих, я помолилась, «Господи, проколи оба моих уха, потому что я хочу быть рабой Твоей, всю вечность, мой возлюбленный, мой драгоценный Иисус Христос». Проколи моё ухо, Спаситель, навек. Иисус, восхищаюсь всем сердцем Тобою. Ты великий Творец, я лишь прах человек, но позволь мне быть вечной Твоею рабою. За меня Ты не золотом, не серебром заплатил, но своей драгоценную кровью. «Потому умоляю Тебя об одном, помоги мне ответить на это любовью. Я свободна от власти греха для того, чтоб всей жизнью моей лишь Тебе поклоняться. Для себя не прошу я уже ничего, только в вечной рабою Твоею остаться».